Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. История здесь о том, что жених и невеста поругались за внешне и за платье. Вот, невеста отправляла жениху платье, вот чтобы он их смотрел и оценивал. Жених, сервис он смотрел и на одно платье сказал, что оно большого сверху. Вот, а невеста это самое платье выбрала и сказала ему об этом, когда пришла домой и сказала, что купила. Вот, он это воспринял негативно и с этого начался их конфликт. Важный момент, что жених и невеста пока что находятся на расстоянии в разных странах, вот, общаются по телефону, вот, а жених в другой стране по работе. В процессе конфликта речь вошла о психологии, где невеста сказала о том, что психология учит любить себя больше, чем, соответственно, жениха. Вот, на что жених отреагировал достаточно негативно и сказал, что вот психология учит чем-то плохому и раньше женщины были куда более послушными, вот, куда менее распущенными. Вот, ага, сейчас из-за психологии, собственно, все отношения ручатся и разрушаются и ему очень неприятно и страшно от того, что женщина якобы любит себя больше, чем его. Вот, а также были сказаны слова относительно того, что у невесты есть проблемы с эмоциями и как она дальше будет справляться, справляться. Вот, и, соответственно, невеста жалуется на то, что он её не слышит, её жених, что он далёк от психологии, вот, и по её словам как будто бы глупый, вот. Чем, чем вызывает у неё чувство разочарование, вот, и, соответственно, ну, глупый, негатив, обиды, вот. И они боссорились очень сильно, а свадьба уже скоро, вот, всё оплачено, и она не знает невеста как быть дальше, вот. Вот, она думала, что, ну, что они могут обо всём договориться, вот, а оказалось, по итогу, что это не совсем так, что, вот, есть, видимо, всё-таки какие-то моменты, по которым договориться они не могут. Вот, и, видимо, это для невесты стало, ну, в какой-то степени шоком, да, вот, она этого не ожидала, и теперь, что делать, соответственно, она не знает. Вот, значит, спрашивает невеста о том, как эту ситуацию разрешить, вот, спрашивает невеста о том, как прийти, собственно, к какому-то компромиссу, вот. Вот, и, что дальше делать. Ну, если честно, то внешне ваша ситуация, честно говоря, больше похожа на некоторый стресс из-за того, что, вот, собственно, у вас свадьба, то есть, вообще говоря, свадьба, события довольно-таки важные, вот, довольно-таки серьезные, и многие люди перед этим событием, мягко говоря, стрессуют, мягко говоря, нервничают, особенно в вашем случае, когда вы находитесь на расстоянии, да, вы находитесь несколько друг от друга далеко, и, конечно, это может накладывать свой опечаток на ситуацию, ну, по крайней мере, так это выглядит для меня. Поэтому я думаю, что, в первую очередь, здесь ситуация именно вот такова, что, мне кажется, просто у вас сдали нервы, у вас обоих, я имею ввиду, сдали нервы. Так, по крайней мере, это выглядит на данный момент. Я думаю, что вторым аспектом является то, что, вероятно, слишком много внимания начало уделяться фольде, вот, то есть, явно больше, чем самим отношениям, вот, явно больше, чем, ну, чем, чем, грубо говоря, значению этому, да, то есть, такое вот, к сожалению, тоже довольно часто бывает, что в процессе подготовки к свадьбы, вот, люди, в общем-то, так вот, взрываются в проблемы свои, что, в общем-то, забывают отношения, забывают про отношения. Мне кажется, что с вами произошла вот эта вот самая такая не очень хорошая грустная ситуация, что в какой-то момент вы забыли о том, что вообще свадьба, значит, для каждого из вас, вот, начали на, значит, ну, свадьба это важный момент, особенно, если это достаточно масштабное событие, да, вот, и, соответственно, оно выходит на передний план достаточно часто, вот, и каждый начинает, эм, из-за того, что это событие, важно, вот, каждый начинает под гнетом, э, под гнетом обязательств, под гнетом ошибаний, э, вот, начинает, э, начинает, э, наделять, э, свадьбу, э, тем, э, значением, которое, в общем-то, не совсем, э, ну, не совсем аутентично, то есть, не совсем характерно для человека, вот, э, это, э, тоже, э, довольно распространенное явление, поэтому, мне кажется, что вам бы, все-таки, не, э, придавать такое очень сильное значение, э, конфликта, э, вот, и свадьбы, в общем-то, наверное, тоже значение, э, такого большого, желательно, ну, наверное, не продавать, потому что, все-таки, важнее, именно вы, ваше отношение, ваша связь, вот, ну, никак не свадьба, которая является, ну, по большому счету, наверное, данью обществу, данью, данью, данью другим людям, вот, то есть, мне кажется, что, э, с поведенческой точки зрения, э, вы просто не отграничиваете то, что свадьба значит лично для вас, от того, что свадьба значит для других людей, вот, вы подумайте, вы, э, платье покупали-то для себя, да, но, о молодом человеке вы думали, а о ком вы еще думали, вот, понимаете, э, довольно странно, что ваш вкус, я имею ввиду, э, вкус одежды, э, именно сейчас, судя по всему, начал, как-то, э, диссоциироваться с взглядом молодого человека, ведь я думаю, что, почему-то я думаю, что, 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 раньше, такой проблемы у вас не было, почему-то я думаю, что раньше вкусы у вас совпадали, вот, поэтому, как бы, э, я бы сказал, что этот момент, довольно-таки, э, э, ну, такой выделяющийся, одно дело, если бы вы все время, э, спорили и ссорились из-за вкусов, это одно дело, другое дело, что вы начали спориться и спорить только сейчас, ну, бросается в глаза, честное слово, поэтому, э, мне думается, что, э, опять же, э, несколько, вот, приоритеты у вас, вероятно, несколько изменились, несколько поменялись, стали другими, вот, правда, произошло это не по вашему желанию, не по вашему выбору, вот, то есть вы сами этого не осознали, когда приоритеты ваши изменились, из-за этого, собственно, скорее всего, и возникла данная проблема. То же самое касается и вашего молодого человека, как мне кажется. Дальше, э, по поводу того, что, э, э, вы написали, э, о, э, учению психологии, э, любит себя больше, чем других людей. Вообще, мне кажется, что любовь и количественное, э, исчисление, количественное, количественное измерение, э, вообще не совместимы. Потому что, э, ну, любовь нельзя измерить, э, как, как мне кажется. Э, э, нельзя любить кого-то больше, у кого-то меньше, вот, можно просто любить, э, если есть ощущение, что, э, мы любим кого-то больше, то, мне кажется, это уже не совсем про любовь, а, мне кажется, это уже больше про, э, что-то другое. Вот. Поэтому, э, э, как это обычно водится, в э, в споре нет правых, э, и нет виноватых. Есть люди с разными точками зрения. Молодой человек не слышит вас не потому, что он глупый, как вы сказали, не потому, что он, э, живёт в прошлом. Молодой человек не слышит вас, потому, что есть тот, что его волнует, вот, а вы его не слышите, потому, что есть тот, что волнует вас. И, да, судя по всему, это, э, имеет какую-то проблему, судя по всему, это имеет, как, какие-то основания. Например, разность в ценностях, разность в воспитании, разность в приоритетах и так далее. Вот. И, мне кажется, что говорить нужно не о том, чему учат психология, и не о том, какие раньше были женщины, а о том, что, собственно, беспокоит молодого человека. Мне, знаете ли, тоже показалось несколько странным, что вы отсылаете молодому человеку платье, он говорит, что платье сверху большое, а вы потом это платье покупаете. Это на самом деле выглядит, как пренебрежение вашего, вашего молодого человека. Да, вы, э, совершенно, совершенно, э, может быть, верно сделали, что купили платье, но вот, но вот обставили вы это всё так, как будто бы молодого человека спрашивали просто для проформы. Ну, иначе просто, понимаете, возникает логичный вопрос, а зачем тогда вы ему присылали платье? Ведь, значит, мужчина, мне интересно, вы их присылали, и мужчина, мужчина понимал, что вам важно его мнение, и хотел видеть какой-то результат. Это в данном случае нормально. Поэтому мне кажется, что вы и в значении для себя платье, и в значении для себя мнения молодого человека, и в значении вашего поведения после того, как вы платье купили, несколько упустили в себя, несколько не заметили тех вещей, которые с вами происходят. И, соответственно, всё, что происходило потом, это следствие данного, так скажем, ну, данного не отклонения, да, а, скажем так, несколько отвлечённости. Вот вы отвлеклись, вы отвлеклись от себя. Вот. Дальше, дальше. Следующий важный момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что в процессе отношений люди часто могут меняться. И, в процессе отношений, особенно, когда отношения достаточно долгие, вот, я, ну, как бы, не знаю, да, насколько ваши отношения долгие, но тем не менее, да, вот. Появляются, так сказать, темы, вот, появляются темы, которые, ну, как бы, ну, несколько вот не приветствуются. Понимаете, да? Вот. Так что, ну, бывает, пока история, в принципе. Вот. Понимаете, да? Вот. Вот. Ага. Вот, как бы, вы, значит, судя по тому, что описываете, столкнулись с, значит, такой историей. Понимаете да? Какая штука. Так бывает и это надо бы вовремя заметить, о чем вы перестали говорить. И соответственно с этим уже что-то дальше делали. Понимаете? Понимаете? О чем идет речь? Так что здесь нужно надо. Как я думаю, как я думаю, вы в каких-то моментах себя начали сдерживать. Как я думаю вы в каких-то аспектах начали себя несколько подавлять. И молодой человек в принципе начал, как мне кажется, делать то же самое. То же начал себя подавлять. Вот с этого и начинается как бы ваша история. Значит, возвращаясь еще раз к теме того, чему учат психология и любви. Хочется сказать, что психология не учит любить кого-то больше, кого-то меньше. Вот. Психология учит любить скорее так, как человек умеет. Каждый человек умеет любить по-своему. И психология ничего не учит. Вы несколько неверно интерпретировали. Во-первых, что значит психология. Понимаете? Психология как наука. Это как бы, ну, инструмент для образования. Психология как психотерапевтическая история. Это помощь людям. Понимаете? Поэтому, о чем вы здесь говорите? Если вы читаете какие-то книги по психологии, то не значит, что она о чем-то учит. Вот. Поэтому не совсем понятно, что вы в данном случае имеете в виду. Вот. Но совершенно однозначно, что, мне кажется, очень важна естественность. Если для вас естественно ставить на первое место себя, или если вы страдаете от того, что не ставите на первое место себя, да, это одно дело. Если вам, в принципе, нормально не ставить себя на первое место, например, если вам нормально купить платье, которое нравится молодому человеку, например, почему нет? Я бы сказал, что важно прислушиваться к себе, к тому, как здесь и сейчас вы себя ощущаете, к тому, что здесь и сейчас вам хочется чего здесь и сейчас вам хочется. Вот. Ну и повторюсь, мне кажется, что любовь и количество изменений несколько не совместимы. Поэтому я думаю, что здесь сыграло роль и продолжает играть роль нервное напряжение, которое, судя по тому, что вы описываете, есть между вами в силу ряда причин. Вот. И здесь, вероятно, сыграли роли какие-то страхи вашего молодого человека, и здесь сыграло роль то, что вы на расстоянии, то есть возможно сюда добавилась скука и так далее. Поэтому я бы сейчас не стал принимать какие-то решения, я бы сейчас не стал делать какие-то выводы, вот. Я бы больше, ну, обратил бы, наверное, внимание на себя, я бы больше занялся бы исследованием себя, наверное, вот, и для того, чтобы четче понимать, о чем я хочу сказать. Вот. И если вы хотите донести что-то молодому человеку, то нужно говорить на его языке. Следующий важный момент касается того, что вы говорите, что, значит, ну, по сути вы говорите, что вас задело, то, что он сказал, что у вас проблемы с эмоциями, вот. Вот. И вы разочаровались. Вот это вот психологически уже моменты достаточно серьезные, потому что в отношениях у вас есть ожидания, то есть вы, по сути, не в виде реального человека, вот. Вот не готовы принимать какие-то его аспекты, это важно, потому что это в определенной степени иллюзия, иллюзиям свойственно, иллюзиям свойственно, как бы, разрушаться. И мне показалось, что как будто бы вы где-то в глубине души согласны тем, что у вас действительно могут быть проблемы с эмоциями, иначе бы вас это не задело. Вот. Поэтому тут тоже я бы рекомендовал, ну, обратить внимание на себя не в том смысле, что у вас проблемы с эмоциями, а в том смысле, что вам от этого почему-то больно. Ну, молодой человек сказал, как бы это, в пылу, как бы, спором. Мало ли, что некоторые люди могут наговорить, вот. Но вас почему-то это задело. Вот. Еще меня немного смутило слово «посмело», вот, мне кажется, что вот это может быть вершина айсберга, вершина айсберга проблемы, потому что когда в отношениях партнер что-то смеет говорить, вот, здесь уже можно, можно предположить, что имеет место быть жесткая система, ну, приемлемых и неприемлемых тем, запретных и разрешенных тем, вот. Подобная жесткая система взаимоотношений подходит далеко не всем, вот. И классно, здорово, если она кому-то подходит, но, как правило, это вызывает неудовлетворенность. Поэтому я бы обратил ваше внимание на то значение вот этого слова «посмел», которое вы используете. Вы не подумайте, я к словам не придираюсь, просто вот стараюсь выделять те аспекты, которые мне, кажется, достаточно важны. Вот. Дальше. Еще хочу обратить внимание вот наше слово. Вы пишите, у меня такая боль внутри, я просто не могу, это боль, скорее всего, от разочарования того, что возранили его слова. С этим нужно поработать. Дальше вы спрашиваете «как быть?», вот. И добавляете «какому общему решению прийти и решить этот трудный конфликт?». Вы никак, никакому общему решению не придете, потому что вопрос задаете вы одна. Чтобы прийти к общему решению, нужно, чтобы вас было двое. Поэтому немного странный, как мне кажется, вопрос. Ну и решить трудный конфликт. Это вам ведется трудный конфликт и вам кажется, что он наставлен глобально. Может быть это так, а может быть не так. По большому счету конфликт имеет ядро. Вот. Может быть вы столкнулись с этим ядром, но оно всегда меньше, чем сам конфликт. Вот. Поэтому важно как бы отграничить в данном случае периферию от этого самого ядра. Вот. Сделать это можно, если, допустим, вы выберете психолога и поговорите с ним индивидуально, или если со своим молодым человеком также поговорить. Но мне кажется, что сейчас вы вполне вероятно можете находиться в таком состоянии, что совместного разговора адекватного не получится. Вот. Поэтому, я думаю, имеет смысл все-таки пока что индивидуально. В работе хотя бы вот немножечко так снизить тот эмоциональный градус, который у вас сейчас имеет место быть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.